Сегодня я вам расскажу о слэш-пэринге Симон Кабачок с мультика Жизнь Кабачка. Привет, ребят! Меня зовут Рейнби, я делаю видео по слэш и ЛГБТ-тематике. На моем канале вы можете найти топы и мнения на интересные фильмы, сериалы и книги, косплейные видео по различным фандомам, ролики о фанфиках, а также творческие развороты и прочие мелочи. Если впервые зашли на данный канал и вам интересна подобная тематика, то можете задуматься о подписке. И не забывайте проверять описание, потому что там я обычно указываю ссылки на все, о чем говорю в своих видео. Итак, приступим! Знаете, я тут подумала, а почему бы не добавить на канал немного новых форматов? Например, роликов, где я просто кратко буду рассказывать о каких-то пэрингах, с фанклипными вставочками, не особо вдаваясь в дебри сюжета и не делая полноценных обзоров. Сегодня я хочу поговорить о такой парочке из мультфильма Жизнь Кабачка. Мультфильм, честно говоря, не для всех, он рассчитан скорее на более взрослую аудиторию. Хоть там речь идет о детях 8-11 лет, или я просто ничего не понимаю, потому что тема там затрагивается очень тяжелая. Наркомания, алкоголизм, изнасилование маленьких девочек с отцами, с причинением физических увечий. Господи! А еще там активно обсуждалась тема секса. И если пару раз это еще было смешно, ну знаете, дети, их представление о взрослых вещах, то к 10-му разу это уже стало раздражать. Девчонки потеют и твердят, что согласны. Вот так. О, да, 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 вот так. Я вообще не поняла, нафиг они сделали из детей каких-то сексуально озабоченных идиотов порой? Ладно. Где вы пропадали? Разрядил свою штуковину. Помолчи уже, жужжу. В общем, речь тут идет о детдомовских детях. Но, на удивление, тут все довольно-таки хорошо к ним относятся. А не так, как обычно. Но, тем не менее, это все равно печально, учитывая, какие истории кроются за попаданием детей в это место. Начинается все с того, что Икар, или, как его мама называла, Кабачок, мальчик, который никогда не знал своего отца и который случайно убил свою мать-алкоголичку, попадает в приют, где его встречают остальные дети. Мальчонку тут же начинает задирать местный босс Симон. Это же картошка! Ты что, ешь родственников? Эй, ребята, у нас тут картофельный каннибал! Просто потому, что этот задира не умеет общаться по-другому. Но когда Симона знает о том, что Кабачка не просто сбагрили, как ненужный хлам, а у него умерла мама, его скардинально меняет свое отношение к новичку. И, честно говоря, Кабачок был единственным, кого Симон подпустил к себе настолько близко и дал увидеть истинного себя. Кабачок! Мы все одинаковые. Нас некому любить. Мы не уедем, Симон. Нам же хорошо всем вместе. Симон! Вы должны уехать за всех нас. Понял? Естественно, создатели не могли не подпортить слэшером Малину, добавив нового персонажа в лице классной девочки, отец которой на глазах у малышки расстрелил ее мать из-за измены, а потом и себя, в которую Кабачок тут же влюбился, во что не применил его тыкнуть лицом Симон. В итоге Кабачка усыновил коп, который занимался его делом, вместе с этой новенькой Камилой. И с этим столько всего не так. Он относится к ним как к дочке и сыну. Хоть и прекрасно знают, что Кабачок влюблен в эту самую девочку. И мне одной кажется, что тут слегка так начинает попахивать инцестом. Окей! В общем, все закончилось не так уж и плохо. В большей степени, конечно, для гетчиков. Субтитры сделал DimaTorzok Кабачок хотя бы пишет письма Симона. Кстати, с этим связана очень трогательная история. У Симона родители наркоманы, и они периодически шлют ему какие-то вещи. Но больше всего он хотел получить письмо, хоть на пару слов. И Кабачок смог своеобразно воплотить эту мечту мальчишки в жизнь. Ты ошибся, потому что мы тебя не забыли. А теперь еще пара слов непосредственно о пэринге Симон Кабачок. Вы знаете, что я не шиперю все подряд, и я не стала бы шиперить и этих двоих, если бы не два момента. Финальная сцена, когда уезжал Кабачок. Каким взглядом провожал его Симон? Сколько боли и тоски во всей этой сцене. Одна из самых грустных, неразделенных влюбленностей на свете. Вот это мой хэт-канон у данной пары. Вы должны уехать. А второй момент, я даже не знаю, что тут можно сказать. Это можно было списать на, ну, бывает, если бы эта сцена не длилась так долго. Сцена, где Симон прижимает Кабачка к полу. И мне одной показалось, что в последующей фразе «Вы должны уехать отсюда» был какой-то подтекст в стиле «Потому что иначе я могу сделать то, о чем пожалею». И фу-фу-фу, я не имела в виду ничего высоко рейтингового. Пши, отель, седакон фаны. Вообще, мне Симон изрядно напомнил помесь коровски с рожье, или, как его там, из красных браслетов. Пши, отель, седакон фаны. Пши, отель, седакон фаны. Короче, судить вам, заслуживает ли данный пэринг внимание или нет. И, к слову, в мультфильме можно было разглядеть еще между новенькой и прелестью с челочкой Фамслэш. Ну, на сегодня это было и все, ребят. Вопрос дня. А какой ты смотрел последний мультфильм? Помните, что одни из лучших идей и советов для будущих роликов исходят именно от вас? Так что, оставляйте комментарии, общайтесь, будьте частью нашей Рейнбоу Ами. Огромное спасибо за просмотр. Ставь лайк, если понравилось видео. Не дай мне знать в комментариях, какой ролик хочешь увидеть в следующем. Пока! Еще увидимся. Надеюсь, скоро на канале Гикифрикифен, где мы преподносим слэш и алгебатокультуру в виде искусства. И ценим вас независимо от цветов в вашем флаге. Продолжайте инвестировать свое время только в качественный контент. До следующей встречи!